Бои не только сильных, но и умных. В четверг в Иванове состоялся масштабный турнир по смешанному боевому единоборству ММА. Участниками стали бойцы из почти 40 регионов страны. Приехало очень много спортсменов из различных городов России, издалека, из Красноярска, Иркутска, Новосибирск, из Кавказа, Дагестана. В общем, очень много городов, очень много хороших спортсменов. Конечно, ряд спортсменов не допустили вчера на турнир, потому что были нарушения при подаче заявки. Очень серьезно и сильно контролируются медицинские допуски и наличие всех справок, которые необходимы для того, чтобы спортсмены вступали. Уровень соревнований серьезный. Это отборочные бои на чемпионат России. Есть еще кое-что, кроме любви к ММА, что объединяет участников. Все они студенты высших образовательных учреждений. Совмещать спорт и учебу непросто. К типичным студенческим заботам, лекциям, семинарам, зачетам, экзаменам добавляются еженедельные тренировки. Но ММА воспитывает силу воли. Именно этим участники объясняют, как удается одерживать одновременные спортивные победы и академические. Учеба, спорта вообще не мешает. Наоборот, даже, хочу сказать, помогает. То есть, учителя только поддерживают это, могут помочь, подтянуть в каких-то предметах, если не успеваешь, там мерзборы какие-то. Так что, в принципе, не отвлекает. Ивановские вузы представляют трое участников. Шарох – студент сельскохозяйственной академии. Бился не только за свой альмаматор, но и за честь всего региона. Мотивация сработала, и боец сумел победить. Студенчество – время, когда, как правило, молодые люди открывают для себя ММА. Так что на ринге скорее любители, чем профессионалы. Зато для каждого из них эти бои – возможность проверить свой уровень подготовки с разными по силе соперниками. Понять, в каком направлении двигаться. А для организаторов – это еще одна возможность привлечь спорт сильных духом и телом. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.